Сейчас коротко о главных событиях. Промышленное производство в Греции в апреле выросло на 0,4%. Гонконгская биржа предложила план по предотвращению резких колебаний стоимости акций. А правительство Бразилии принимает меры против рецессии в стране. Теперь подробнее об этих и о других новостях. Правительство Бразилии принимает меры против рецессии в стране. Как сообщило агентство Bloomberg, Кабинет министров намерен представить программу по привлечению инвестиций в строительство инфраструктурных объектов. Власти предполагают привлечь инвестиции в объеме от 130 до 190 миллиардов реалов, что соответствует 61 миллиарду долларов. Инвесторам будет предложено вкладывать средства в строительство шоссе, железных дорог, портов и аэропортов. Это реалистичный и крайне привлекательный план. Эти инвестиции без сомнения гарантируют рост нашей экономики, заявил министр социальных коммуникаций Бразилии Идинио Сильва. Однако эксперты сомневаются, что программа правительства вызовет повышенный интерес у инвесторов, так как в стране проходит расследование в отношении крупнейших строительных фирм по обвинению в крупных взятках. Гонконгская биржа предложила план по предотвращению резких колебаний стоимости акций по причине ошибок в трейдинговом алгоритме. Биржа намерена не допускать скачков цен более чем на 10% в течение пяти минут. Если такое произойдет, то заявки будут отклоняться. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга положительно отзывается о предложении оператора биржи. В целом мы поддерживаем предложение. Механизм контроля волатильности направлен прежде всего на борьбу с опечатками, сбоями в трейдинговом алгоритме и другими ошибками, сказал глава комиссии Эшли Олдер. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. За пять месяцев 2015 года инфляция в Белоруссии составила 6,5%, сообщил Национальный статистический комитет. Продовольственные товары подорожали на 6%, услуги на 9,1%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подтвержденные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2015 года по сравнению с апрелем составил 100,8%, с декабрем 2014 года 105,3%, сообщил Белстат. Ожидается, что по итогам 2015 года инфляция в Белоруссии не превысит 12%. Однако Национальный банк страны установил целевой уровень инфляции в текущем году на значении 18%. Международная ассоциация воздушного транспорта, IATA, повысила прогноз суммарной чистой прибыли мировых авиакомпаний на 2015 год на 17%, до 29,3 млрд долларов с 16,4 млрд долларов на конец прошлого года. По декабрьским оценкам, IATA суммарная прибыль прогнозировалась на уровне 25 млрд долларов. В заявлении ассоциации повышение прогноза объясняется улучшением глобальных экономических перспектив, рекордными показателями загруженности рейсов авиаперевозчиков, а также низкими ценами на топливо и ростом курса доллара США. По ее оценкам, в текущем году в результате укрепления доллара суммарная выручка авиакомпаний сократится на 0,7% и составит 727 млрд долларов, а рентабельность по чистой прибыли поднимется до 4%. В заявлении ассоциации отмечается, что рост показателей рентабельности будет отмечаться в авиакомпаниях всех регионов, но темпы роста в разных регионах будут отличаться. Объем промышленного производства в Греции в апреле с поправкой на число рабочих дней вырос на 0,4%. В годовом исчислении сообщается в предварительном отчете статистического ведомства страны. Апрельский показатель свидетельствует о резком замедлении роста промышленного производства, которое в предыдущем месяце в годовом выражении выросло на 5,3%. При этом в отчете говорится, что рост показателя отмечается 3 месяца подряд. Промышленное производство за месяц упало на 3,2%, тогда как в марте отмечался прирост на 3,1%. С учетом сезонных колебаний промышленное производство сократилось на 0,2%. За 4 месяца с начала 2015 года совокупный объем промышленного производства в Греции вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Давно хотели попробовать свои силы на валютном рынке Форекс и не знаете с чем?